Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Во время летних каникул у детей появляется больше свободного времени, чем в учебный период, и они чаще оказываются на улицах, переходят дороги, катаются на велосипедах, роликах, отправляются в поездки на автомобилях с родителями. В связи с этим количество детских дорожных травм особенно увеличивается в этот период. Сотрудниками госавтоинспекции Самары регулярно проводятся профилактические мероприятия, направленные как раз на профилактику детского дорожного транспортного травматизма. Но решить проблему безопасности на наших дорогах возможно только совместными усилиями. Взрослым необходимо ежедневно напоминать детям о строгом соблюдении правил дорожного движения, подсказать, как вести себя на остановках общественного транспорта, разъяснить подросткам правила управления велосипедом. Вот сегодня летние каникулы начались, и я беседую с начальником отделения пропаганды ОГИБДД Управления ВД России по городу Самара Ириной Александровной Тарпановой. Здравствуйте, Ирина Александровна. Приветствую вас в этой студии. Знаю, что у вас всегда жаркий период, круглый год работаете. Тем не менее, спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Традиционно мы с вами встречаемся как в преддверии и летних, и зимних каникул. Но вот тем не менее, пора жаркая. Скажите, пожалуйста, статистика дорожно-транспортных происшествий именно с участием несовершеннолетних за истекшие 4 месяца текущего года, как, пожалуйста, расскажите, обстоит именно ситуация с дорожным травматизмом на дорогах? Ну, статистика по детскому дорожно-транспортному травматизму нас за 4 месяца порадовала. На эти 4 месяца у нас 32 дорожно-транспортных происшествия, в которых 35 пострадал несовершеннолетних, погибших нет. И сейчас у нас наблюдается снижение на 16 фактов по количеству ДТП и на 17 фактов по количеству пострадавших в них. Из 35 пострадавших детей у нас 9 – это пассажиры, и 25 – пешеходы, и 1 – велосипедист. Единственную тревогу вызывает то, что увеличилось у нас количество детей, попавших в ДТП по, собственно, неосторожности. То есть дети нарушают правила дорожного движения, и получается у нас наезд на пешеходы. – Скажите, вот все-таки какие нарушения чаще всего допускают дети на дорогах? Ну и, конечно, вы сказали, по вине самих детей. Это что в первую очередь? Невнимательность ли? Или просто пренебрежение правилами дорожного движения? – Ну, я считаю, конечно, в большей степени невнимательность. Потому что дети, попавшие в ДТП по неосторожности, это в основном 10-15 лет. То есть это те, кто уже чувствует свою самостоятельность, чувствует себя взрослыми, выходят на дорогу, и уже у них, может быть, нет такого чувства опасности, как уже со временем, да, у более взрослых мы видим. Так как первый и третий классы ходят с мамами, с папами все равно в большей степени, а здесь вот самостоятельность играет свою нехорошую роль. – Может быть, сроковую, да, в каких-то моментах роль. – Ирина Александровна, ну, давайте разберем с вами на примере. Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего подростка. Произошел наезд на пешехода. Кто в первую очередь виноват? – Ну, здесь мы никогда не снимаем вины с водителя, так как он обладает источником повышенной опасности. Ну, и, естественно, ребенок в меру своих способностей тоже, конечно, нарушает. Но из-за того, что у него возраст не подлежит составлению административных материалов, то вина обоюдная. – Вина уже получается обоюдная. Хорошо. Давайте мы поговорим о перевозке детей в машине. Вы тоже сказали, что здесь имеют место быть, вот именно такие аварийные ситуации. Ну, давайте, наверное, начнем с правил, как правильно и какого возраста детей нужно перевозить в машине. Ну, согласно пункту 22.9 правил дорожного движения, все дети у нас в салонах автомобилей должны перевозиться с помощью детских удержащих устройств. Так. Дети до 7 лет обязательно должны перевозиться в детских креслах, автолюльках. Уже начиная с 7 лет до 12, ребенок может перевозиться на заднем сиденье, пристегнутый просто ремнем безопасности. Естественно, детское удержащее устройство должно быть сертифицировано. На нем должен быть ярлык, на котором указан с указанием номер сертификата таможенного союза. То есть это нужно всегда проверять, и на этом ярлыке у нас указан весовой ценз. Так как детское удержащее устройство у нас делится на 5 групп, от 0 плюс, это до 10 килограмм, и уже третья группа, это у нас до 36 килограмм. То есть когда родители выбирают детское удержащее устройство, они должны, соответственно, весу выбрать то, которому ребенку будет удобнее. И при этом они должны помнить, да, что ребенок очень быстро растет, и это кресло, возможно, им пригодится еще и зимой. Следовательно, ребенок будет в верхней одежде, чтобы ему было удобно, и никаких негативных эмоций кресло у него не вызывало. И, естественно, когда родители приходят в специализированный магазин, а я считаю, что это должно покупаться в специализированном магазине, они должны получить консультацию продавца, спросить сертификат. Если продавец в какой-то степени, в каком случае не может найти сертификат, я думаю, что это детское устройство... Лучше не приобретать. Лучше не стоит, да. Скажите, пожалуйста, имеет ли значение, где перевозится ребенок, неважно, какой возраст у него, на переднем или на заднем сидении? Ну, конечно, безопаснее, когда ребенок перевозится на заднем сидении. Но мы понимаем, что молодые мамы, когда везут маленьких детей, естественно, ребенок требует к себе больше внимания, и поворачиваться назад и какие-то проводить действия маме будет небезопасно. Поэтому, ну, конечно, рекомендации, что ребенок на заднем сидении, в кресле пристегнутый, да, если маленький. Ну, уж если такая ситуация, то, конечно. Если правила дорожного движения разрешают, то... Да. Ирина Александровна, вы знаете, совсем недавно беседовала со своей знакомой. Муж родила ребенка, только что муж забрал из роддома, и, естественно, они ехали домой. Она держала новорожденного ребенка, которому там пять дней от роду, на руках. Я говорю, ну, это же небезопасно, это нарушение правил дорожного движения. Она говорит, ну как, вот я малышку такую положу в автолюльку, и неудобно, и плакать будет, и так далее. Вот разъясните, пожалуйста, этот аспект, является ли это нарушением, и, как правило, перевозить новорожденных детей, а ведь это в дальнейшем, буквально первые недели и месяцы, это поликлиники и так далее и тому подобное. Как правильно перевозить таких маленьких новорожденных детей? Все понятно, что маме не хочется рисковать ребенком, но при этом она им рискует, перевозя его на руках, так как если случится дорожно-транспортное происшествие, может случиться такой момент, что она не удержит ребенка, если удар будет очень сильный. А для этого существуют автолюльки, они от нуля плюс, то есть ребенок там фиксируется, все, и они свободно перевозятся, как в люльке. Скажите, если сотрудник ДПС зафиксирует такое нарушение, и вообще, в принципе, какие нарушения грозят за перевозку детей в, соответственно, неправильно в машине? Штраф за данное нарушение составляет 3 тысячи рублей. 3 тысячи рублей, и на месте протокол составляется и передается уже, соответственно, далее. Хорошо, давайте поговорим на не менее актуальную тему. Летом на улице города приходится наблюдать еще и людей на самокатах, электросамокатах, и я хочу сказать, что, и вы, наверное, со мной согласитесь, очень быстрая техника, и проезжают они по пешеходному переходу в том числе. Вот скажите, нарушение ли это, и вообще, где им разрешено ездить? Ну, электросамокатные относятся у нас к средствам индивидуальной мобильности. Так же, как сигвей, моноколеса. Так как законодательно они еще не закреплены в правилах дорожного движения, то все участники дорожного движения, передвигающихся на СИМах, относятся у нас к пешеходам. Следовательно, они должны придерживаться правил для пешеходов. И при переходе проезжей части по пешеходному переходу обязательно спешиваться. И, естественно, им запрещено движение по проезжей части. Имеют ли сотрудники ДПС штрафовать тех, кто нарушает правила? Да, они имеют право штрафовать таких участников дорожного движения. Зафиксированы какие-то нарушения вот уже за этот период? И вообще, является ли этот вид транспорта опасным, Марина Александровна? Конечно. Электросамокат является опасным транспортом, так как у нас участники дорожного движения, на них передвигающиеся, движутся без шлемов, без какой-то защитной экипировки. А нужно это делать? Ну, вообще рекомендуется. Конечно, это в правилах дорожного движения не закреплено, но это рекомендуется даже для собственной безопасности. И если инспектор видит, что у нас электросамокат движется по проезжей части, да, он должен привлечь данного нарушителя. Я недавно наблюдала такую картину. Передвигался электросамокат, да, по пешеходной дорожке ехали, но там на нем аж три человека. Мама, папа, еще и ребеночек впереди. Ну, конечно, картина та еще и понятна, что вот прям любое какое-то столкновение, и эта вся семья может пострадать, потому что скорость они развивают, по-моему, около 60 км в час, да? Вот как? Нет? Нет. У нас на самокатах, которые сейчас пользуются у нас участники дорожного движения, там стоит ограничение скорости. И при проведении профилактических бесед вот в парках, мы тоже видели такие случаи, когда по два человека находятся на электросамокатах, останавливали, проводили профилактическую беседу и разъясняли, что даже на самом электросамокате на табличке написано, что на одном самокате один человек. То есть все эти правила закреплены, я так понимаю, уже в их программе. Но это самокаты, которые мы видим по городу. А если твой личный самокат, ограничений нет, и можно передвигаться... Которые личные самокаты, да, они до 60 развивают. И, естественно, все равно средства в рамках безопасности, они должны по одному передвигаться. Вы знаете, есть у нас сюжет на эту тему, и давайте вместе его посмотрим, Ирина Александровна. Внимание на экран. По Самаре с ветерком. Валерий Бобров – заядлый любитель скейта и велосипеда, поэтому в числе первых облюбовал и новый вид самарского такси – электросамокаты. Проверил их из любопытства и понял, что это лучший способ добираться до работы. По времени выходит так же, как и обычное такси с учетом ожидания, а по средствам считает выгоднее. Рублей 100 уйдет, а так 50-60 рублей в среднем. На самом деле очень удобная штука. Достаточно удобно, можно не сильно вызывать такси, просто посмотреть по приложению, где дешевле и удобнее. И как бы едешь с ветерком. Уже месяц, как операторы кикшеринга, то есть проката самокатов, благодаря реализации инвестпроекта и поддержке администрации города, совместно с региональным департаментом туризма внедрились в самарские будни. Сразу четыре агрегатора теперь на улицах мегаполиса. Новые транспортные девайсы расставлены по точкам, одобренным операторами. Чаще у остановок общественного транспорта, метро, парков и набережной. Ну вот, я, грубо говоря, сейчас вижу самокат, где он находится, и сколько стоит. Я подхожу к самокату, сканирую шпит-код и запускаю программу. Все привязано к карте, сколько покатаюсь, сколько соответствует мне снимать. Одна минута стоит 4 рубля. Плюс тарифный сбор за услугу от 30 до 50 рублей. Цены за прокат у каждого оператора свои. Скорость ограничена максимум 25 км в час. В случае поломки или вредительства со стороны пользователей, самокат сам подает сигнал в службу безопасности сервиса. А под зарядкой устройства занимаются специально нанятые люди. В общем, система налажена. Но вот приживется ли ноу-хау, гадают и сами горожане. Я вот помню первый день, когда они только появились. Это был бум самокатов. И мы первым делом скачали приложение и нашли самокаты. Я думаю, приживется все-таки. Мы привыкли, что в нашу жизнь приходит что-то новое. Самокаты станут частью нашей жизни. Мне кажется, сейчас все наиграются, потом оно станет неинтересным. Цены поднимут, возможно, это уже станет невыгодно. Нет, это не транспорт наших людей. Мне кажется, это вот просто развлекало. Но если смотреть заграничный опыт самокатов, то, мне кажется, скоро так же будет. Разбивают их. Разбивают и даже разбиваются. Вот это, пожалуй, самая негативная сторона инновационного транспорта. По всей стране все чаще регистрируют ДТП с самокатами. В общественной палате России уже предложили приравнять новомотные средства индивидуальной мобильности к мопедам и обязать получать на них права. Ну а пока водитель самоката по нормам ПДД – это пешеход. И правила для него соответствующие. Это движение по тротуарам, движение по пешеходным и велодорожкам и движение в специально обозначенных местах. В конкретной скорости, конечно, ограничения нет, но есть определенные меры безопасности. Они должны быть в защитной экипировке. Они должны иметь свето-возвращающие элементы на верхней одежде. Естественно, для соблюдения мер безопасности они должны двигаться по более-менее ровной поверхности. На улицах Самары уже появилось несколько тысяч самокатов. Чтобы наслаждаться поездкой и не беспокоиться о своем здоровье, специалисты рекомендуют помнить о мерах безопасности. Не разгоняться, не выезжать на проезжую часть, переходить дорогу спешиваясь и не создавать помехи другим участникам движения. Ирина Александровна, возвращаясь к каникулам, к детской безопасности в первую очередь, расскажите, пожалуйста, на какие моменты на дорогах вы обратили бы особое внимание, то есть где дети нарушают чаще всего и какие бы советы и предупреждения дали бы сейчас? Дети нарушают практически постоянно одно и то же, но особую тревогу вызывает то, что у нас увеличился рост дорожно-транспортных происшествий с детьми, когда они переходят дорогу на красный сигнал светофора. Практически на 50%. То ли повлияло у нас ограничительные меры. Дети вышли и как бы не обращают внимания у нас на дорогу, радостные, можно погулять, и вот такую статистику мы получили. Но на втором месте, это переход проезжей части в неположенном месте, но здесь, наверное, у них проблема как-то побыстрее пересечь дорогу, иногда не хочет идти к пешеходному переходу, увидел друга, побежал, поспешил, и мы получаем дорожно-транспортное происшествие. Также дети у нас в большинстве случаев переезжают дорогу на велосипедах, если они едут, и иногда выходят на дорогу без цели перехода. То есть такое тоже у нас бывает. Одно время мы с вами беседовали, я это очень хорошо почему-то запомнила, прям вот бум какой-то был наушников и капюшонов. Сейчас как-то эта ситуация сгладилась, все-таки донесли сотрудники вашего ведомства до детей, до подростков, что нужно обязательно вынимать наушники и снимать капюшон. Да, с помощью рейдов и профилактических бесед в школах все-таки мы это донесли. Сейчас я вижу это намного реже, практически вообще не вижу, чтобы дети были в наушниках. Как-то они более соблюдают правила дорожного движения и уже заботятся о своей безопасности. Вот давайте как раз поговорим и о профилактических рейдах. Очень часто на улицах нашего города можно видеть и вас лично, Елена Александровна, и ваших сотрудников. Скажите вообще, как проходят рейды, какую беседу вы проводите и с кем в первую очередь? В рамках рейда в пешеход мы стараемся проводить беседу как с детьми, так и с их родителями. Потому что родитель – это первый человек, который говорит детям о правилах дорожного движения, о безопасности, который как бы доносит до него зерно, как он будет дальше развиваться в сфере безопасности. А потом уже на уроки приходит инспектор, потом уже учителя это доносят. Но родитель должен быть примером для ребенка, должен ежедневно напоминать ему о соблюдении правил дорожного движения, при движении по улице рассказывать ситуации, рассказывать, где лишний раз обернуться, где лишний раз просмотреть какую-то ловушку, какую-то опасность. И я думаю, что дети, с которыми проводят такие беседы, они уже в процессе, когда будут ходить одни по дорогам, они чувствуют себя более уверенными и не попадают в дорожно-транспортное происшествие. Может быть, даже и подскажут своим товарищам, друзьям, как нужно переходить правильно. Вы такую фразу сказали, ловушки, Ирина Александровна. Что это за ловушки? Расскажите, пожалуйста, о них подробнее. Ловушки нет у нас в правилах дорожного движения. Это те моменты, которые нужно знать, и в них стараться не попадать. Ловушки у нас есть на пешеходном переходе, особенно при переходе на нерегулированном пешеходном переходе, когда дети не просматривают вторую полосу движения. Вторую полосу движения, да, выходит из-за стоящего транспортного средства, а по второй полосе едет машина. Естественно, та машина тоже не видит ребенка. Следовательно, если водитель недисциплинированный, да, и не остановился перед пешеходным переходом, происходит дорожно-транспортное происшествие и достаточно с тяжелыми последствиями. Мы на уроках всегда до детей-то доводим, показываем на примерах, прям ставим детей, они играют, как один автомобиль проигрывает роль, другой проигрывает роль пешехода, чтобы ребенок увидел это на примере. То есть как будто он вышел на дорогу, создалась вот эта ситуация, и он видел, в чем здесь опасность. Вот в таком случае дети быстрее разбирают это и потом уже пользуются этим при переходе проезжей части. То есть что нужно сделать, чтобы не попасть вот в эту конкретную ловушку, посмотреть, убедиться, что вторая полоса свободна или как? Да, нужно два раза посмотреть налево при переходе проезжей части, как мы их учим, это запомнить, да, и потом, если дорога двухполосного движения, два раза посмотреть направо. То есть просмотреть все полосы и уже отметить свою безопасность, только после этого переходить в проезжую часть. Они как иногда не любят, все, это вроде как нерегулируемый пешеходный переход, мой приоритет, я выбежал, иногда и так бывает, и ты, не просмотрев вторую полосу, попалка в машину. Вот вы все время говорите фразу «выбежал», но ведь никогда не нужно именно выбегать на проезжую часть, и тем более ее перебегать, а нужно идти спокойно, убедившись, опять же, в безопасности. Но вот вы знаете, мне очень часто приходилось наблюдать такую картину, когда ребенок переходит по зеленому сигналу светофора, и он гаснет, и он оказывается, ну, практически на середине дороги, не закончив переход. Что делать в таких случаях? И является ли это тоже ловушкой? Ну, опять же, мы учим детей при переходе проезжей части на зеленый сигнал светофора смотреть, сколько минут осталось до окончания сигнала, да? Задаем вопрос, там, на мигающий зеленый светофор вы пойдете? Естественно, дети у нас говорят «нет». Здесь нужно научить просчитывать ситуацию, и уже посмотрев на светофор, подумать, успеешь ты за это время или нет. Конечно, пешеход должен закончить переход, пешеходного перехода, и машины не должны двигаться. Ну, все-то разные светофоры, Ирина Александровна. Есть и такие, которые стрелочка зеленая мигает всего 10 секунд. И здесь тоже есть пешеходный переход, но я надеюсь, в нашем городе, особенно около садиков и школ, таких коротких светофоров нет. Все-таки они подлиннее, дети успевают, да, переходить? Ну... Да. Успевают. Успевают. Хорошо. О каких еще дорожных ловушках стоит сказать? Можно вернуться к летнему периоду, да, и вспомнить, что сейчас у нас дети выезжают на велосипедах. Да. Дети выезжают на велосипедах, естественно, они пытаются переходить проезжую часть. И в основном они переезжают ее на велосипедах. Это тоже является и нарушением правил дорожного движения, и дорожной ловушкой. А что это вообще может с собой повлечь? Ну, переехала я быстро через дорогу, и все, я поехала дальше. Ну, вот когда я прихожу на беседу в школу, я спрашиваю, а как вам безопаснее и быстрее будет избежать дорожно-транспортного происшествия, когда вы будете без велосипеда, ну, велосипед будете вести в руках, или вы будете на велосипеде? Как быстрее вы сможете покинуть место вот этого удара, как вы можете от него отбежать? Ну, естественно, дети говорят, ну, конечно, когда я веду велосипед в руках. И здесь они уже понимают, что да, если они будут двигаться на велосипеде по пешеходному переходу, и вдруг водитель не успеет затормозить, меньше времени, чем если он отбросил велосипед и как-то избежал столкновения. Хорошо, но велосипед – это отдельная тема вообще, и травматизм, как вы верно совершенно сказали, серьезный, и дети травму получают более серьезные. Вот понятно, что нужно переходить спешившись. На что еще нужно обратить внимание, когда ребенок двигается на велосипеде, даже если это тротуарная дорожка? Ну, по правилам дорожного движения, 10 до 14 лет, во-первых, не имеют права выезжать на проезжую часть. То есть они должны кататься на велосипеде в специально отведенных местах, скверы, парки, велосипедные дорожки, так как ребенок не знает правила дорожного движения. Еще пока в таком объеме, которым он должен знать, естественно, он не защищен на велосипеде, потому что мы видим, что в большинстве, опять же, они ездят без защиты и без шлемов. То есть здесь родители уже должны объяснить ребенку, где кататься, как кататься и как переходить в проезжую часть, если есть такая... Ну, проезжая часть, как бы это понятно, но сейчас ведь в основном-то будут кататься и во дворах, где также ездят машины, и парковаться около парков и так далее. Вот здесь на что нужно обратить внимание, чтобы избежать вот таких серьезных последствий? Опять же, родители должны объяснить, что двор – это небезопасное место. Там также ездят машины. Конечно, там 20 километров в час стоит ограничение, но не всегда оно соблюдается. Конечно. Поэтому ребенок, выходя из подъезда, уже должен понимать, что он находится в небезопасной территории. Следовательно, просматривать, опять же, все дороги, не выбегать за мячом, как они любят, если играют в футбол. Опять же, не переезжать резко проезжую часть двора, как они любят на велосипедах. То есть свою безопасность они должны сами соблюдать. Ирина Александровна, ну, ваша профилактическая работа, конечно, направлена в первую очередь на разъяснение, на объяснение, на предотвращение таких подобных ситуаций. Но ведь вы же еще и работаете наверняка с нарушителями. То есть какая работа вами ведется здесь, если нарушают правила, то должны как-то, наверное, и отвечать за свои действия. Что предусмотрено за нарушение? Ну, у нас за 4 месяца выявлено 250 детей, нарушивших правила дорожного движения. Это выявляется инспекторами ДПС. Если инспектор ДПС видит, что ребенок нарушает, переходит в неположенном месте на красный сигнал светофора, он составляет на него рапорт о нарушении. Затем этот документ приходит к нам в отделение пропаганды, где он регистрируется и в конце месяца рассылается по школам. То есть в конце месяца каждый директор и классный руководитель знает, кто из детей нарушил правила дорожного движения. Даже с первого раза составляется рапорт. Конечно. И уже в процессе мы приходим на профилактическую беседу в этот класс, разбираем это нарушение с ребенком. Естественно, со стороны школы тоже проводят свои профилактические работы. И здесь уже, если ребенок нарушил, в принципе, об этом нарушении знает класс. Мы, естественно, не называем каких-то конкретных фамилий на таких беседах, но разбираем именно эти нарушения, чтобы дети знали, как себя объяснить. Ну и до семьи доводите тоже. Конечно, до семьи обязательно доводите. Хорошо. Летние каникулы. Не все дети отдыхают дома, также начинают свою работу в школьные лагеря, оздоровительные лагеря. Скажите, пожалуйста, вот в данных учреждениях будете ли вы проводить работу? Она будет отличаться от годовой, повсеместной? Либо какие-то акценты будут сделаться особо? В данных учреждениях мы обязательно ежегодно проводим работу. Это, во-первых, сначала пришкольные лагеря дневного пребывания, и затем мы переходим уже в оздоровительные лагеря. Работа практически не отличается, только единственное, что мы, возможно, больше времени будем проводить на свежем воздухе, устраивать какие-то викторины уже такие с движением, какие-то конкурсы, чтобы дети покатались и на велосипедах, и на самокатах определенные фишки посмотрели, поучились. Да, уже вот на это направлено. Больше, наверное, все-таки летом на велосипедистов, самокатчиков, которых у нас сейчас будет очень много. Да, помимо объяснения правил дорожного движения, вот к моему ребенку тоже недавно приходили ваши коллеги, сотрудники. Очень понравился урок, очень интересно рассказывать, самое главное, доступным для детей языком. И раздаете также световозвращающие элементы, это различные значки, он принес браслет домой, так очень порадовался. Вот эта работа, я, конечно, понимаю, что ее оценивают дети, оценивают родители, но вот тем не менее, вот эти, пускай даже маленькие какие-то значки, они тоже важны для детей в первую очередь? Конечно, световозвращающие элементы важны. И сейчас проблема будет в том, что большинство детей, они находились на школьных рюкзаках, так как школа сейчас у нас, начнутся каникулы, детям нужно... Какие-то элементы. Элементы, да, нанести на верхнюю одежду. То есть это будут майки, это будут верхние кофты, это будут кроссовки, возможно. И я считаю, что родители должны об этом позаботиться, чтобы хотя бы маленький световозвращающий элемент, но на одежде ребенка был. Обязательно. Спасибо большое, Ирина Александровна, вам за беседу, за интервью. Я благодарю всех тех, кто был сегодня с нами. Ну и тем не менее, в конце программы я хочу предоставить именно вам заключительное слово. Что бы вы хотели сказать сейчас, в летний период, родителям, детям, ведь мы помним и знаем, что самое дорогое в жизни, что у нас есть, это, конечно, дети. Поэтому, уважаемые родители, пожалуйста, повнимательнее. Вот буквально 5-10 минут уделить своему ЧАДу, рассказать элементарные правила дорожного движения, которые помогут ему. Ну и, конечно, сохранят вам нервы, здоровье. Ну и, самое главное, дети будут ощущать себя в безопасности. Вот это мои пожелания, Ирина Александровна, ваши какие? Так как начинаются летние каникулы, дети сейчас будут проводить больше времени на улице. Естественно, мы прогнозируем рост дорожно-транспортных происшествий. Конечно, нам это не хочется, но статистика всегда подтверждает это. Поэтому хочется обратиться к родителям, чтобы объяснили детям, еще раз напомнили, как вести себя и во дворе, и при переходе проезжей части, чтобы объяснили, где нельзя переходить проезжую часть, как пересекать ее на велосипеде, чтобы ребенок для себя это раз и навсегда понял и уже не нарушал. И если вы едете по дороге и видите, что ребенка собирается нарушить, не пожалейте минуты, остановите его, ведь на дороге нет чужих детей. Совершенно верно. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин